Собрание началось с торжественного вручения благодарственного письма от 155-й бригады морской пехоты Ирине Перфиловой. Это письмо особенное и очень значимое. В августе прошлого года ее сын погиб при исполнении воинского долга. Сейчас Ирина помогает ребятам на передовой, которых ждут домой. Ирина в числе первых с нуля запустила производство маскировочных сетей. Вот 4 апреля открылась ДКО, как раз вот начала набираться группа. 13 апреля мы уже сняли первую сеть. На сегодняшний день, вот сегодня девчата сняли 140-ю сеть со станка США. Заседание продолжила председатель городской думы Наталья Волкова. В первую очередь она поблагодарила всех за вклад в общее дело и помощь военнослужащим и их семьям. А также подвела итоги работы Центра поддержки семей мобилизованных граждан и военнослужащих, участвующих в СВО. За время его работы обработано более 800 обращений, около 400 семей получили помощь. Неравнодушные артемовцы общественной организации и предприятия оказывают поддержку землякам на СВО. Груз на передовую отправляли 4 раза. Это маскировочные сети, спальные мешки, предметы одежды, автомобильные запчасти. Результатами своей работы поделились представители благотворительных фондов и общественных организаций. По итогам заседания было принято решение обратиться к министру здравоохранения Приморского края с просьбой рассмотреть возможность получения амбулаторной помощи в поликлиниках по месту жительства военным, находящимся на долечивании. Анастасия Абдулхалек, Иван Петров, Егор Бондаренко. Городские новости.